В ауле Абазахабль Адыгехабльского района состоялось долгожданное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Почему долгожданное и несколько радостное событие для аульчан стало введением в эксплуатацию медицинского учреждения, расскажет Альбина Ламкова. Аул Абазахабль в Адыгехабльском районе один из самых отдаленных. Поэтому почти 8 лет назад возникла необходимость в строительстве ФАПа на селе. Но введение его в эксплуатацию задержали. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда жители Абазахабля обратились в Народный фронт. С прошлого года, летом, когда мы все узнали, что ФАП есть, но он не работает. И мы подключились на Народный фронт, редакция газеты Абазахабля, и добились как бы завершения подключения к сетям тепловым. И запустили тепло, потом вопрос стоял об оснащении. После решения проблемы с циркуляцией в системе отопления, Руслан Клычев воспользовался случаем. Как и все жители региона, обратился во время прямой линии к главе Корчаевой Черкесии Рашиду Тимрезову. Он просил оказать содействие в оснащении фельдшерско-акушерского пункта всем необходимым, чтобы скорее его открыть. И этот долгожданный день настал. Теперь жители Абазахабля только радуются этому событию. Я хочу, чтобы, как Фатима, все работали. Добросовестная. Добросовестная. Шла по тем, которые лежат и которые не выходят. Она всех обошла. А потом только в грушку, в фельдшерский пункт шла. Чтобы молодежь так работала. Ранее фельдшер Фатима Абазова принимала аульчан на дому. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Поэтому люди надеются, что новый медицинский работник будет таким же внимательным. Но самое главное, у молодого специалиста есть желание помогать людям. Мы можем сперва дать препараты по таблетке. Потом, если не падает давление, то уже начинаем инъекции делать внутривенные. Если сложные случаи, вы в Версакон? Да, в Версакон спускаем. Или скорую вызываем. Путь до самого ближайшего медицинского учреждения. Врачебная амбулатория в Версаконе составляет 16 километров. Он не каждому под силу. Да и времени порой ждать транспорт нет. Поэтому жители аула вслед за радостным событием надеются еще и получить личную машину. Но главное, что для полноценной работы в новом фельдшерско-акушерском пункте есть все. Отметили на торжественном открытии. Ножнички там держатся. Ура! Согласно стандартам, ФАП действительно оснастили полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной первичной помощи в шаговой доступности. Не преувеличить, если сказать, что авторитет у фельдшера в сельском поселении ничуть не меньше, чем у городского врача. Медицинский работник может оказать как профессиональную помощь, так и любую другую необходимую поддержку. Особенно пожилым людям. Конечно, большую роль в этом деле играет его знание и опыт. Но порой человеку становится лучше от услышанного доброго слова или уютной атмосферы в медицинском учреждении. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыхабльский район.